Перед тем, как я начну рассказывать свою тему, я хотел бы анонсировать два мероприятия ближайших, которые у нас состоятся здесь, в зале Балтийского филиала. Две лекции. Первая лекция это 24 числа, в четверг будет. И лекция Кати Черевка, которая будет посвящена творчеству Ребекки Хорн, телесным скульптурам. Если те из вас, кто интересуется современным искусством, знают Ребекку Хорн, ну это такая очень известная современная художница, перформансистка, ну я крайне рекомендую вам посетить это мероприятие. А второе мероприятие у нас будет 27 числа. Мы пытаемся внедрить такой популярный французский формат. Вы же хотите, как в Париже, да? Или как во Франции. Вот мы пытаемся внедрить такой формат, как французская ночь идей. В нашем формате она будет, конечно же, просто ночь идей. Но так или иначе, в рамках этой ночи идей будут разные события. Я хотел бы анонсировать лекцию нашего коллеги, философа, ученого из Парижа, Алексея Гринбаума. Чрезвычайно замечательный философ, который работает в центре... В центре... Он член комиссии по этике в области цифровых технологий во Франции. И лекция его будет называться «Зачем искусственному интеллекту этика?». У Алексея недавно вышла книга в транслите, это такое питерское независимое издательство. Книжка называется «Машина-доносчица» или «Как избавить искусственный интеллект от зла». То есть Гринбаум в этом отношении не является ни в коей мере таким протагонистом новых технологий. Но именно в этом отношении, в контексте новых технологий, он и интересен. Он пытается исследовать с точки зрения технотеологии. У нас есть два замечательных в России философа-технотеолога. Это Гринбаум и Михаил Куртов. Надеюсь, что... Ну, мы привозили Михаила Куртова в Калининград, но я думаю, рано или поздно он еще раз залетит сюда. И у вас будет возможность насладиться его стилем мышления. Оба они достаточно молодые и в равной степени очень талантливые. На мой взгляд, это, ну, по меньшей мере, Куртов один из таких выдающихся молодых философов. Такие бывают, кстати. Как ни странно, да? Во всяком случае, я вот когда встретил и изучил их книжки, издания, мне все это понравилось. Вот. Гринбаум, значит, 27-го числа в 19.00. И то, и другое. И лекция Катчеревка по Ребекке Хорд тоже будет в 19.00. В 24.00. Так что приходите, я думаю, вы получите удовольствие. Сегодня моя лекция называется «Потенциальность на грани хаоса и беспорядка». Ну, в нашем центре я занимаюсь порядка вот уже 20 лет исследованием искусства, технологического искусства и науки, искусства и новейших технологий. И недавно в Музее современного искусства в Перми, Перм-М-М-М, стоялась выставка глубоких медиа. Она называлась, у нее было там название свое, но я хотел акцентировать не столько выставку, сколько там затронутую проблематику глубоких медиа. Сегодняшний материал я рассматриваю как предпред, такую основу, на базе которой я буду разворачивать повествование о глубоких медиа. Я надеюсь, эту лекцию я сделаю по глубоким медиа. Но мне показалось очень важным развернуть сегодняшний такой рассказ, как основу для такого странного, очень любопытного явления, которое вот просто на глазах сейчас разворачивается, на пересечении искусства и современных технологий. В конце концов, вот то повествование, которое я сегодня хочу вам предложить, оно может быть рассмотрено как попытка еще раз напомнить о том, что есть очень разные способы интерпретации искусства и технологического искусства в частности. И это толкование, мне кажется, достаточно важным для тех, кто стремится уловить тот дух времени, который отражается в очень разных проявлениях сегодняшнего дня. Но я буду рассматривать его в сцепке современного искусства и науки, или современного искусства и технологий. Что же собой представляет это толкование, которое бы мне хотелось добавить к нашему пониманию искусства, если оно есть такое? Очевидно, эта трактовка должна относиться к таким мировоззренческим принципам, то, что в философии называют, собственно, словом онтология. Наглядный способ представить эти принципы – это начать с очень традиционных видов изобразительного искусства, ну, допустим, с живописи. Безусловно, есть масса книг, учебников по искусству, в которых излагается основа этой традиции. Традиция, где гении, мастера отделяются от прочих, любых других прочих авторов. Нам же история искусства повествует о гениях и прочих таких значительных фигурах. Я ничего не имею против такого подхода, но мне хотелось бы взглянуть на этот подход с какой-то другой точки зрения. Какое видение окружающего мира предлагает нам такая традиция? Ну, в основе живописи, по меньшей мере, так это было до 20 века, лежит изображение. Различные пейзажи, натюрморты, портреты людей, жанровые религиозные сюжеты, ну и тому подобное прочее. А то, что возникает при наблюдении этих объектов произведения искусства в нашем воображении, есть предельно четкое разделение мира на субъекты, объекты, на людей и вещи разделение. А пейзаж, например, пассивен, он просто существует где-то там, дожидаясь человека-посредника. Ну, в данном случае художника, который приходит, переносит этот образ на холст, полотно или какую-либо другую поверхность. В свою очередь, законченная картина – это какой-то пассивный объект, который ожидает момента, когда такой активный зритель, потребитель образов, он пропустит эти образы через свое восприятие. Такова механика созерцания произведения искусства. Так что эта традиция в полной мере соответствует главной метафоре нового времени. Главная метафора звучит следующим образом. Весь мир – театр. Этой метафоре, которая отличается беспощадным дуализмом во всем. Эта традиция инсценирует, поскольку театр, инсценировка. Она инсценирует разделение во всем. Ну, например, естественное всегда противостоит искусственному. Субъект всегда противостоит объекту. Активное человеческое всегда противостоит пассивному, вещественному. Такое разделение всегда несимметрично и неравноправно. Неравноправно, потому что субъект неравен объекту, как мы понимаем. Живое неравно в представлении традиции неживому. Ну, а человеческое, разумеется, неравно вещественному. Традиция приписывает всему окружающему, всем окружающим предметам, такой подчиненный статус. И, в принципе, только это делается на том основании, что человек единственный, кто выносит суждения о мире. Ну, художник, да. Это так называемая человекоцентристская антология, которая рассматривает человека в качестве изолированного, независимого от окружающего мира феномена, который превосходит все окружающее. Человек в центре мира. То, что делает возможным подобные связи, это, во-первых, зрение. Человек приходит, зырк, 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 зырк. Вы пришли на выставку, картинки посмотрели. Художник наблюдает пейзаж, зрители рассматривают картину. Все осуществляется посредством зрения. Во-вторых, когнитивные способности. Вы позыркали, у вас информация пошла, соответственно, в аппарат. Вы начинаете познавать окружающий мир посредством чувств, эмоций, умозаключений. И, в-третьих, это ощущение первопричинности себя по отношению к окружающему миру. Вот три кита, на которых покоится, в данном случае, традиция в области изобразительного искусства. Образите внимание, здесь художник изображен со своими орудиями труда. Там палитра, кисть и, в частности, справа внизу камера-обскура. А слева амур держит линзу. То есть, вот эти атрибуты, они поддерживают, здесь картинка, поддерживают атрибутику искусства. Не просто палитра кисти, а еще и некоторые гаджеты, которые делают возможным работу этих трех китов. Зрения, когнитивных способностей и ощущения своей первопричинности по отношению к всему. Другими словами, мы имеем неравноправные отношения. Мы имеем неравноправные отношения, которые задаются зрением, нашими когнитивными способностями. И подобное неравноправие очень глубоко укоренено в нашем бессознательном. Оно самыми разными способами наполняет культуру, искусство, науку, технологии. Вот все наши области, в которых человек начинает разворачивать свою деятельность. И наш образ действий в мире и в материальном, и в социальном смысле очень тесно с ним связан. Мы действуем так, как будто мы единственные хозяева здесь. С моей точки зрения, вот эта антология, основа которой я вам развернул, традиционная такая антология. Антология как совокупность принципов существования, она, конечно, глубоко проблематична. И, в частности, мой опыт работы с произведениями технологического искусства и с проектами, которые осуществляются в научных лабораториях, убеждают меня именно в том, что эта антология как бы неверна. Действительно, современная наука, и, коль коснулись мы о деятельности лабораторий, современная наука часто стремится представить окружающий мир как будто это, в общем, предсказуемая машина. Те из вас, кто работает в университете, прекрасно знают, что... Да и не только в университете, в любой институции, как бы полагающей себя творческой, знают прекрасно, что в конце года вы должны набросать на следующий год планы. А для ученых эти планы звучат особенно пикантно. Они должны указать там, в частности, допустим, не просто проблематику, с которой они будут работать, Ну и количество открытий, которые они... Года два, по-моему, назад был довольно большой скандал, когда Минобор спустил, значит, в число отчетностей люди должны указывать количество открытий, которые они должны совершить. То есть это такая... Менеджерами рассматриваем предсказуемая машина, которая лишена спонтанности, креативности, вообще всего чего угодно. Но такое описание совершенно не раскрывает нам того, что происходит в научных лабораториях. Те из вас, кто хоть раз был в научной лаборатории, знают прекрасно, что там действуют совершенно иные законы. Во-первых, в отличие от ненадежной связи через зрение, мы видим очень тесный контакт ученых, исследователей с материальным миром на уровне таких динамических взаимоотношений. Ученые и материальные объекты взаимодействуют друг с другом в таком едином потоке, в едином процессе. И в этом процессе участвуют очень разные элементы. Живые и неживые отношения между ними, бумаги, протоколы, там, я не знаю, какое-то оборудование. Все это в церковь существует с людьми. И этот процесс очень часто напоминает нечто среднее между игрой и соперничеством, между живыми и неживыми агентами. В этой игре все реагируют на все и приспосабливаются к получившимся изменениям. То есть это картина очень динамического такого развития. Давайте себе представим картинку многообразия. Перед вами ряд неких сущностей, абстрагируемся, неких сущностей, которые изменяют свою природу вначале одним, а потом каким-то другим способом. Иногда эти множества и эти сущности, они приходят в взаимное равновесие, формируют некую новую сущность, которая также начинает и вступает в игру. Она сама начинает игру и вступает в этот общий поток игры. Теперь представьте, что исходные сущности сформировались точно таким же образом, и все они являются составными. Вот это и есть тот образ, к которому я буду обращаться в дальнейшем. В современной лаборатории происходит в принципе все точно так же. Ученые инициируют исследования, в котором участвуют различные и различные агенты и отношения между ними. Но в научных исследованиях материя не ведет себя предсказуемым и машинообразным способом. Ученые в своих экспериментах сплошь и рядом получают совершенно неожиданные результаты. И даже иногда можно подумать, что эти результаты, в получении этих неожиданных результатов и кроется основной смысл их деятельности. Не в тех планах, которые они подали на следующий год, а вот в той неожиданности, которая вдруг у них получилась в их технологической среде. Вот этот образ подводит нас к идеям возникновения во времени и становления в динамике. То, что мы видим в лаборатории, это такой непрерывный приход в мир, неожиданной такой непредсказуемой новизны, ее постоянное прорастание и становление. В принципе, это то, к чему я веду, это образ, который мы взяли на примере работы ученых в научной лаборатории. Он не является образом, таким асимметричным дуализмом. В нем все очень равномерно и равноправно. И он не является асимметричным дуализмом при помощи зрения и логических исчислений, поскольку там все возникает довольно спонтанным образом и зачастую против вычислений и исчислимости как таковой. В лабораторном исследовании взаимодействие человека и окружающего мира вносит равноправный характер. Вот этот образ проявляющегося во времени агентов, которые находятся в постоянном становлении, взаимодействующих людей и объектов, вне зависимости от того, складываются они в составные структуры или нет. И прежде чем, собственно, обратиться к искусству, я хотел бы сделать два замечания. Первое. Давайте зададимся вопросом, кто еще помимо научной сферы разделяет подобное видение игры. Кажется, наилучшим образом на этот вопрос отвечает в общем, традиционная восточная философия, которая всегда представляла мир как место постоянного движения и встречи, куда человек вовлечен в качестве очень малой и совершенно незначительной ее части. Такая антология в восточной философии получила название антологии потока. Еще ее называют антологией становления. И второе мое замечание. Хотя мы вышли на эту антологию потока через пример работы научной лаборатории, мы должны понять, что примеры такого рода симбиотических взаимодействий, равноправных, симметричных. В принципе, можно найти везде. Один из любопытных случаев на эту тему это такая история, которую я постоянно повторяю, история с азиатскими угрями, которых когда-то завезли в Штаты в качестве домашних питомцев. Это такие милые, в общем, аквариумные существа с одной небольшой неприятной особенностью, что они могут вырастать и выбираться из аквариумов, пугая своих хозяев. Владельцы начали избавляться от этих угрей. Ну, то есть, вот на вас вылазит такая вот хрень, пугает ваших детей. Хозяева начали избавляться от этих угрей, выбрасывая их в окрестные озера. Эти угри там размножались, начали поедать пищу коренных обитателей этих водоемов. Рыба начала дохнуть, местные рыбаки начали проявлять недовольство. Для решения проблемы рыбаки обратились к специалистам, которые начали осушать пруды, чтобы извести этих угрей. Но осушая пруды, они только переморили рыбу, а угри просто закапывались в ил. То есть, рыба вся померла, а у грям хоть бы хны. Тогда специалисты, ну, они же специалисты, они начали строить большие заграждения, бетонные, вокруг водоемов, чтобы угри не могли выбраться, перебраться в новые водоемы. Но выяснилось, что угри очень легко преодолевают там двухметровые эти препятствия. В итоге, значит, вокруг водоемов все водоемы покрылись уродливыми заборами, а у грям по барабану они перелезли и спокойно начали размножаться в других водоемах. Вот эта история, очень показательный пример такого распределенного и ситуативного взаимодействия. Сначала происходит некое действие со стороны человека, ну, в данном случае, завоз угрей. Затем ответное действие со стороны угрей, их пугающий рост. Человек находит некий способ ответить на это, выбрасывает угрей в водоемы, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Постоянно такой пинг-понг, да, между человеческими агентами и нечеловеческими агентами в образе этих угрей. Здесь все время происходит перенаправление вектора действий. Вот такой пинг-понг между человеческими и нечеловеческими агентами в этом примере мне интересен. Если мы посмотрим вокруг себя, мы найдем множество примеров подобных отношений, подобного пинг-понга. При этом такие отношения могут свидетельствовать как о наличии более сильных или более слабых связей. Ну, например, пример из... пример такого симбиоза из эволюционной биологии. Пчелы впадают в полную зависимость от орхидей, а те, в свою очередь, впадают в полную зависимость от пчел. И это равносильно изменению в базовом эволюционном состоянии такого гибрида пчела-орхидеи. Этот гибрид, он тождественен возникновению какой-то новой эволюционной сущности, но со слабыми связями. Сами по себе и орхидеи в общем могут существовать, расти, пчела может расти, но они полностью зависят друг от друга. В терминах нашего описания это означает возникновение новой составной структуры в результате сцепки связи, которая возникает в поле вот того самого метафорического потока. Или другой пример из той же области это традиционное искусство выращивания карликовых деревьев бонзай. Бонсай. Разведение бонсай это в чистом виде образец взаимодействия между посредником нечеловеком, то есть деревом, которое дает листья и отростки в совершенно непредсказуемых направлениях. И с другой стороны есть человек посредник, который использует различные техники распределения энергии роста через обрезку, через подкормку, через обмотку, чтобы следовать некой проявляющейся эстетике. Сейчас мы эту эстетику не трогаем, мы смотрим взаимодействия. При этом эти действия разворачиваются во времени. Понятно, что дерево растет достаточно медленно, это такое вы погружаетесь просто в процесс. Здесь подрезали, выходили, пожили, агент нечеловеческий дал вам ответ на ваши действия, вы посмотрели, как-то снова с реагерем, и вот снова раскачивается этот пинг-пон. В принципе, мне кажется, важным то, что этот образ антологии потока начинается с науки, это придает ему некую респектабельность. Однако другие примеры нам говорят о том, что подобные переплетения и взаимодействия можно найти повсюду. Вот почему я думаю, что этот образ правдив. Теперь самое время обратиться к искусству. если традиционное искусство представляет нам некие несимметричные отношения между людьми и объектами, о которых я говорил вначале, то какие же произведения искусства могли бы инсценировать вот эту антологию потока, пример которой мы рассмотрели на вне художественных примерах. Я бы хотел обратить ваше внимание на те проекты, которые сфокусированы не на том, как объекты выглядят, но привыкли фокусироваться на том, как объекты выглядят. Вот эта картина выглядит так, на ней изображено что-то. Вот эта скульптура так, что-то она изображает. А на том, как эти объекты функционируют в мире. Все произведения, о которых я буду говорить, они как раз представляют аспекты некой проявляющейся эстетики. В этом смысле о них можно говорить в терминах недискретности и легкой вибрации в разных контурах. Например, в контуре человеческое, нечеловеческое, живое, неживое, искусственное, естественное. То есть, они где-то там флуктуируют. Они не человеческие, не не человеческие. Они ни живые, ни мертвые. И основное свойство вот этих недискретных медиа, назовем их так, это их сфокусированность на становлении, на развитии во времени, на феномене возникновения в динамике. Чего, в общем, традиционное искусство нам не примеров такого искусства, традиционное искусство нам не дает. Я бы выделил несколько категорий произведений, но только лишь для того, чтобы как-то иллюстрировать эту мысль. Понятно, что типология ни в коей мере не претендует на полноту, и вы с легкостью сами могли бы как-то дополнить ее. В первой категории я бы отнес проекты, которые тем или иным образом тематизируют рамки, существование в рамках, в контурах человеческого и нечеловеческого, и, соответственно, взаимодействие между ними. Здесь первым делом приходит на ум класс художественных работ из области технобиологического искусства. Это проекты, которые выполнены из отчасти живых или полуживых биологических элементов. Современная биология или биомедицина дает возможность оперировать полуживыми элементами. Эти произведения довольно ярко иллюстрируют общую идею темпорального, живого, разворачивающегося во времени мира как такового. К таким примерам относится проект Стиллака. Это такая звезда перезвезда, о ней ничего не буду говорить. Очень известная фигура. Те, кто не знает, вы можете с легкостью прогуглить. Его произведение, он уже на протяжении сорока лет работает в области искусства и технологий, использует робототехнику, IT, тканевую инженерию. Вот эта фотография, которая принесла ему такую совершенно международную известность, это третья кибернетическая рука, действующая от мускульных усилий и независимости от его двух рук. И вот эта фотография, которую он там пишет, ну там не только фотография, там и перформанс, в которой он независимо пишет слово эволюция тремя руками. Все его проекты, они скорее представляют идеи у нас о себе как о перформативных, нежели когнитивных сущностях. То есть у него перформативная составляющая, она гораздо более важна, нежели концептуальная как бы изыски. Иногда, прямо вот в буквальном смысле, например, его протезированная голова такая инсталляция была, где он полностью из себя сделал диалогового агента, вот то, что вы сейчас имеете у себя в мобильных телефонах, все эти Siri, Alexa и тому подобное прочее. Вот как только эта технология разрабатывалась, там еще в середине двухтысячных, он как раз с английскими разработчиками этих программ, сделал себя диалогового агента, вы приходили на выставку, перед вами, как там Гудвин великий ужасно болталась эта голова, и у вас была возможность разговаривать с этой головой, с проекцией художника как такового, разговаривать обо всем, чем угодно. Он ее запрограммировал на область современного искусства, философии, она изрекала мысли, мы этот проект показывали на винзаводе в Москве в 2009 году, то есть практически сразу, как только он начал работать над этим проектом. И эта протезированная голова, она одновременно иллюстрирует собой и процессуальную роль мысли, потому что там процесс важнее самой мысли, там перформативная вставляющая, она как бы акцентирована, и показывает язык в качестве производной от перформативности. Сами работы Стелларка говорят нам как раз о симметрии человеческого и нечеловеческого, о нашем теле как объекте, который материально связан с другими объектами и телами. Ну, у него было много таких проектов, я многих из них уже рассказывал, останавливаться не буду. Еще один такой тоже любопытный проект, который я просто затрону в рассказе своем, но не буду углубляться, потому что в другой своей лекции касался это деятельность Джо Дэвиса, человек, который в последнее время очень полюбил Россию и ездит на нее и читает лекции в ИТМО в университете в Санкт-Петербурге. И его проект 1986 года «Вагинальная поэтика». Я много рассказывал об этом проекте и вообще не буду касаться, только лишь затрону, что суть этого проекта касалась к осуществлению межзвездного послания посредством передачи вагинальных сокращений в космос. И он этот проект реализовал в Масчужском технологическом институте, сделав вагинальный детектор, такой датчик, который переводит, регистрирует произвольные и непроизвольные вагинальные сокращения приглашенных сотрудниц Масчужского технологического института и через миллионоваттный радар милистонский радар Масчужского технологического отправляет этот сигнал к звездам. Этот проект очень наглядно передает суть феномена возникновения. В результате всей этой эротической межзвездной коммуникации художник изобрел инновационный метод кодирования информации на бактериальном носителе и тем самым вышел на область науки, которая ныне получила название синтетической биологии. В этом отношении пример совершенно показательный, когда Джо Дэвис руководствуясь своими какими-то совершенно внеположенными целями и задачами вдруг переключился и вышел на область, которая получила название синтетической биологии. и это пример, когда художник изобрел целую область науки. Такие примеры бывают. Или его же проект Бактериальное радио, который он реализовал пять лет назад, или даже шесть лет назад, в одиннадцатом году. Да, в одиннадцатом году. В этой работе он получил электрические цепи посредством выщелачивания германии и платины при помощи генномодифицированных бактерий, которые стали составляющей этих цепей. И эти цепи, наряду с внешними компонентами, ну там телефонной гарнитурой, антенной, легли в основу детекторного приемника, такого олдскульного детекторного приемника, который работает в средневолновом диапазоне. То есть там вот эта бактериальная составляющая лежала в основе детекторного приемника. Кстати, этот проект Дэвиса очень напоминает один эпизод в исследованиях великого и ужасного российского изобретателя, физика и музыканта Льва Термена. По воспоминаниям Булата Галеева, в последние годы жизни Термен очень плотно работал над проблематикой бессмертия. И для своих экспериментов он экспериментировал с клетками человека. Термен построил клеточный инкубатор, он так называл клеточный инкубатор, при помощи которого случайно выяснил, как услышать голоса сперматозоидов. и он написал прямая речь термина в изложении в книге Галеева. Ведь эти существа, знаете, под микроскопом водят хороводы и поют. То есть, перед нами снова возникающий феномен. в нем проявляется столь же тесное взаимодействие, как в симбиозе биологических видов, но только в этих случаях имеет место сочетание с неорганикой. Вообще, технобиология очень удобный материал для рассуждения о становлении. Эта область дает нам примеры симбиотических состояний, большинство из которых характеризуется довольно слабыми связями. Но это вопрос как бы характеристик. Есть жесткие связи, есть слабые связи. И тем самым предоставляет возможность засвидетельствовать такие довольно любопытные, но не слишком резкие изменения, которые возникают в поле потока. Ну вот в качестве примера тоже один из моих любимых таких примеров. Это работа американской художницы Джулии Рёдики. Проект называется GIMNEXT. В рамках этого проекта художница вырастила церемониальный набор девственных плев из элементов человеческих и нечеловеческих агентов-посредников. Из собственных вагинальных клеток, бычьего коллагена, тканей, гладкая мышца аорта грызунов. То есть получила вот такую симбиотическую ткань. Эти компоненты являются довольно своеобразным комментарием на тему современной сексуальности и возможности пережить что-то как в первый раз. Это же как бы набор девственных плев, подарочный набор. По словам автора, биологические скульптуры GIMNEXT, они знаменуют собой взаимный символический дар девственности между любовниками какого бы пола они ни были. Этот проект еще мне интересен тем, даже не столько в силу метафоричности произведения, сколько потому, что в нем содержится очень любопытное видение будущего. Я постоянно об этом говорю. На мой взгляд, стирание опыта и представление возможности пережить что-то как в первый раз может стать основой экономики постбиологического общества, если мы до него доживем. В этом постбиологическом обществе пресыщенность разными видами опыта и ограниченность этого опыта как такового, опытов как такового может создать новый тип потребителя, которому при помощи науки и технологий можно будет предлагать новые виды опыта, новые виды проживания. Этому новому потребителю все будет казаться новым и волнующим, но можно будет много раз пройти через вот эту символическую степень потери девственности, если раскручивать метафору этого проекта. И тем самым все будет казаться новым, волнующим, и тем самым поиск нового в жизни в принципе может быть окончательно отменен. Ну, органическая материя, она живая непредсказуема, да, вот это все подарочные экземпляры. Органическая материя жива и непредсказуема, что не есть неожиданность, но симметричный подход, вот та симметричная антология в той же мере включает и неорганическую материю. Ну, вот, например, американский художник Дэвид Боуэн, он извлекает музыку из движения и формы облаков. Его цель делегировать создание музыкального произведения природе, предъявив тем самым такой функциональный модус этой природы. Суть его проекта заключается в том, что игра на фортепьяно, ну, тут такое доделанное фортепьяно, игра осуществляется не человеком-исполнителем, а движением и формой облаков. Специальная программа в режиме реального времени анализирует особенности облачных элементов, ну, скажем, хождение, прохождение облаков и активирует роботизированное устройство, которое нажимает клавиши. Легко догадаться, что вот эти небесные гармонии, которые опосредованы роботехническим присутствием, они носят, в общем, предсказуемый не человеческий характер. Человека здесь нет. Он выстроил некую систему и ушел. Облака идут, гаджет фиксирует это прохождение, этот поток информации, фортепьяно разыгрывает свои композиции. и не человеческий характер, хотя бы потому, что попросту не нуждается в общем и в человеке-слушателе. Впрочем, любой историк искусства и античности с легкостью назовет вам достаточно много подобных гаджетов, инструментов, освобожденных, так скажем, от человеческого присутствия, которые известны еще с самой античности. Всевозможные морские органы, небесные арфы, дождефоны, некие системы, которые работают с нечеловеческими, в данном случае с природными агентами, ну скажем, я не знаю, небесная арфа работает с порывами ветра. Вы подходите, этот гаджет вибрирует. Дождефон работает от потоков дождя. Морской орган может работать от приливов. Людей там не нужно, их нахождение там не обязательно. И все это есть примеры из разряда таких ситуативных отношений с неорганическими агентами. морской прилив, солнце, гряда облаков, они не просто являются ресурсами для такого типа интеракции, такого типа взаимодействия. Они не просто встроены в эти взаимодействия. Они в полной мере играют такую полноправную роль в том, как эти взаимодействия упорядочиваются, как задаются такие взаимодействия. Многие примеры из этой категории работ очень часто связаны со звуком. Один из классических примеров это пример 1965 года Элвин Люсьер, один из классиков экспериментальной музыки, он представил перформанс под названием музыка для исполнителя соло. И этот гаджет, этот перформанс был разработан на методах биологической обратной связи, так называемой босс-музыка. И разработанная Люсьером босс-музыка заключалась в контроле поведения биопотенциалов собственного мозга и в использовании возникающих альфа-ритмов. И эти альфа-ритмы управляли различными звуковоспроизводящими устройствами. То есть человек садился, надевал на себя этот гаджет, от него не требовались умения в смысле перебирания руками по клавишам или там ударов в ударные инструменты, а все зависело от его активности, мозговой активности. в этом проекте что любопытно человеческий мозг выступал в роли такого перформативного посредника. То есть мы привыкли, что мозг мы используем как центр познания и репрезентации. Мы думаем, когнитивная активность развиваем. А эта деятельность, она очень условно когнитивная деятельность. по большому счету внутри нас, внутри нашего мозга этот мозг он обладает характеристиками скажем альфа-ритмами и есть еще другие виды ритмов. Они вне зависимости от нас активны, неактивны, интенсивны и тому подобное прочее. И музыкальный инструмент ставился в зависимости от этого поведения, этого нашего мозга. Эти практики и связанные с ними состояния мне кажутся крайне важными, потому что они нарушают наши ощущения первопричинности себя по отношению к окружающему миру. То есть по большому счету мы в главе, если говорить об этом проекте, мы в главе имеем некоего чужого, который живет там по своим законам. И этот проект выносит вовне несущие структуры в виде альфа-ритмов или в виде альфа-активности, альфа-ритмической активности, параметры функционирования нашего чего-то там внутри. Они напоминают, вот эти все практики напоминают нам о том, что есть в общем и иные формы существования искусства и иные формы субъектности, чьи связи в общем не являются нелегкими и неочевидными. Кстати, первым исполнителем этого перформанса музыки соло Эльвина Люсьера был Джон Кейдж. Эта эстетика в полной мере соответствовала его подходом, когда процесс, ну если вы знакомы с творчеством Кейджа, если не знакомы, познакомьтесь, если не знакомы, то он полностью все свое творчество выстраивал на процессах, которые развиваются по своим собственным законам, без какой-либо внешней драматургии навязанной. Вот и другая сторона, ну это они дуют. Вот другая сторона, это органический агент, который флуктуирует, колеблется, в контуре естественное, искусственное. Такие произведения нам говорят о симметрии и едином процессе, в котором участвуют разные сущности и отношения между ними. Эту сторону я бы проиллюстрировал проектом бразильского композитора Эдуарда Рёк Миранда. И этот проект называется биокомпьютерная музыка. Его работа направлена на исследование возможностей совместного творчества музыканта, в данном случае как раз традиционного музыканта, традиционного пианиста, с грибоподобным организмом физарум полицефалум. Физарум полицефалум это такая слизистая плесень, которая примечательна тем, что она обладает памятью, а значит способна удерживать какую-то интенсивность своих ощущений. Человек играет на инструменте, выходные сигналы звукоснимателей преобразуются в импульсы, которые посылаются на плесень. Плесень принимает этот сигнал, слушает, отвечает, а его ответ преобразуется обратно в толк для колебания струн. И, соответственно, возникает аккомпанемент и создаются условия для импровизации как таковой. И здесь та же самая схема. Человек-пианист задает игру, сигнал идет на плесень, плесень запоминает, отвечает, изменяет этот сигнал, отвечает, человек слушает и начинает играть. Именно поэтому Эдуардо Рюк-Миранда анонсирует свои концерты не просто как свои концерты, а концерты себя любимого Эдуардо Рюк-Миранда и слизистой плесени. То есть, он выступает в дуэте со слизистой плесенью. Сам акт творчества, я кавычу, конечно, но я-то серьезно к этому отношусь. Ну, на всякий случай кавычу. Вот это акт творчества предстает здесь как явное признание того, что мы не занимаем никаких лидирующих позиций в подобном взаимодействии. Ну, как бы модель подобных отношений. Это такое исследование с открытым финалом и выяснение того, что мир нам может предложить. Ну, в данном случае в образе этой слизистой плесени. Как он откликнется на наше поведение. В контексте моего описания мы видим появление практически новой составной структуры в результате сцепки по типу пчела-орхидея, о которой я говорил. То есть это немного более сильная связь между человеческим и нечеловеческим агентом, который возникает в поле становления. Вот о той выставке, которую я упомянул в начале, которая сейчас идет на протяжении трех месяцев идет в Пермском музее современного искусства. Выставка называется «Новое состояние живого». Там представлен такой гаджет, такое большое яйцо с дверцей. Проект славянской художницы Саши Спачел. И там зрителю предлагается залечь в это яйцо, это такой удобный диван, а там разведен вот такой этот же самый гриб-слезевик и вступить в контакт с грибом. И человек надевает датчики, выходной информацией для гриба является биометрическая информация от человека, она идет на этого гриба, гриб реагирует, изменяет сигнал, там есть технический посредник, а дальше человек надевает наушники, и ему какая-то эта информация доходит в обратно измененном трансформированном сигнале в качестве таких музыки небесных сфер. Но по сути дела взаимодействие между человеческим и нечеловеческим агентом там очень четко обозначено. Музейные сотрудники как и положено занимаются разведением плесени на протяжении трех месяцев. Они должны ее поддерживать в живом состоянии. Они занимаются тем, чем и должны по сути дела заниматься. Или проект аргентинского художника, если я не ошибаюсь, сейчас даже эта выставка идет в Дюссельдорфе. Это очень известный аргентинский художник Томас Сарацена. Он полностью повернут на пауках. Он занимается санификацией сингапурских пауков. В свое время он разработал этот проект в технологическом университете Наньянга. И в своей инсталляции Томас Сарацена использовал свойства паутины и сложнейший режим общения пауков через вибрации, которые предлагает паутина. Дело в том, что пауки общаются посредством воя и посредством вибрации паутины. Этот вой можно усилить и колебания строящихся сетей. То есть по сути дела в основе инсталляции Сарацена лежит вот выстраивает такие паутинообразные инсталляции, а дальше подводит к ним усиливающую специальную такую аппаратуру, которая выносит вовне звук вой пауков и вибрацию паутины. Он создал этот проект у него называется Оркестр пауков и периодически Томас Сарацена проводит джемсейшены с очень известными европейскими саунд артистами с этой паучьей шипящей инсталляцией. Вот на этой фотографии вы видите совместное выступление паука опунции золотистого паука кругопряда и американского контрбасиста Брайана Урайли. Концерт собирает достаточно большое количество любителей. Это очень специфические мероприятия. Но они проходят в рамках выставки самого Сарацена. Сам Сарацена еще ко всему прочему и архитектор, который воплощает принципы паучьих сетей в своей деятельности, в своей строительно-архитектурной деятельности. Примеры вы тоже можете пробить в сети или достаточно много. До сих пор я говорил о произведениях, которые тематизируют человеческое и нечеловеческое, органическое и неорганическое опосредование. Еще один класс, о котором мне хотелось бы поразмышлять, он включает работы, которые инсценируют симбиотические отношения этих агентов. Я уже упоминал традицию бонсай, и это в принципе неплохой пример, но если брать что-то поближе к искусству 20 века, то каноничнее машины Мюзикалор Гордона Паска не найти. Гордон Паска это такой выдающийся ученый и художник, британский ученый и художник, времен британского кибернетического авангарда был такой в 60-х 70-х годах, это полностью расцвет артенциенс, его так и назвали британский кибернетический авангард. Но сам Гордон Паск начинал работать в 50-х годах, и он построил машину Мюзикалор, которая представляла собой эксперимент в области синэстезии. Она преобразовывала вот ее элементы. Сама машина преобразовывала исполняемую в живую музыку, в световое представление, а главная хитрость заключалась в том, что алгоритм работы устройства зависел от уже исполненного ранее, на классическое кибернетическое петля. При этом установить линейную связь между музыкальным исполнением и световым аккомпанементом в принципе было невозможно. Таким образом музыкант должен был постоянно менять характер исполнения, адаптируясь к машине, рождалась импровизация и представление превращалось в такую динамическую и децентрализованную совокупность машины и человека. В буквальном смысле посредством демонстрации отношений, которые могут существовать между человеком и неодушевленной структурой. Другими словами, мюзикалор очень прямо и невербально представлял различные способы проживания между человеческими и нечеловеческими. Говоря о представлении вот таких симбиотических сущностей между человеческими и нечеловеческими агентами, я бы еще вспомнил перформанс швейцарских художников Андрея и Мишеля Дикастера. Этот перформанс называется «Маятниковый хор». Их работу мы тоже представляем на выставке «Новое состояние живого в Перми». А это предыдущий классический их перформанс. И этот перформанс представляет собой хоральное песнопение для девяти голосов акапелла и восемнадцати гидравлических домкратов. Это мужской финский хор. Он становится и фиксируется на гидравлических домкратах. А весь идея заключается в том, что те из вас, кто занимался пением, прекрасно знают, что если вы поете стоя или сидя, проблем не возникает. Но трудности возникают тогда, когда ваше положение начинает изменяться. Голоса и тела певцов они сосуществуют, поскольку это хор, они сосуществуют в единой мелодике, но вместе противостоят гравитации. В этом отношении, то есть гравитация в этом проекте, она выступает в качестве нечеловеческого соавтора звука. Ну, я вот хотел фрагмент показать. Но только фрагмент. фрагмент 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 Субтитры создавал DimaTorzok За этот проект они получили золотую нику фестиваля Арс-Электроники. Но это считается такой прям вот. И не только ее, и на фестивале Japan Media Art Board тоже получили массу награждений. Наконец, к третьей такой категории работ, которую мне хотелось включить в группу, которая описывает метафору потока, это работы, которые можно вслед за Вишелем Фуко назвать технологией себя. В работах Фуко технологии себя – это разного рода практики жизни, благодаря которым происходит становление человеческой субъектности. В нашем случае технологии себя – это произведения, которые, практики, художественные практики, которые воздействуют на состояние человека через различные некогнитивные каналы. Ну вот музыка для исполнителя соло – это классическая, по сути дела, конструкция с биологической обратной связью. И она генерировала музыку каждый раз, когда Люсьер входил в медитативное состояние, которое регулируется альфа-ритмами. То есть он не управляет, человек не может управлять альфа-ритмами, но он может погрузиться в такое состояние, когда эти альфа-ритмы помочь им проявить себя, что ли. То есть это тоже в некотором смысле, кавычках, субъектность, но очень такая странного типа. То же самое можно сказать о машине сновидений классиков Берроуза и Брайана Гайсена. В 45-м году английский нейрофизиолог Грей Уолтер, вот здесь он изображен на фотографии, он обнаружил, что длительное воздействие на закрытые глаза световым генератором-стробоскопом он порождает некие ментальные образы. Как правило, движущиеся цветные объекты, а также ощущения, схожие с ощущением транса. Наверняка вы знаете этот эффект. И это явление, это в 45-м году, это явление Грей Уолтер назвал фликером и описал в своей книге под названием «Живой мозг», которая в воле и суде попала в руки двух гениев, мошенников, прайдох, Уильяма Берроуза и Брайана Гайсена. И в 60-м году вместе с поэтом и математиком Яном Сомервиллем они собрали первый прототип машины, которая обладает эффектом фликера. Это устройство получило название «машина сновидений». И по сути дела она явилась своего рода антитезой такой репрезентационалистской художественной традиции. Кстати, Брайан Гайсен пытался вывести на рынок фликер-машины в качестве замены телевидению. То есть вы понимаете, вот эта машина крутится, человек в нее пялится и впадает в некое пространственное состояние. Но по замыслу Гайсена и Берроуза это были практики, которые способствовали тем самым технологиям себя, становлению своей некой субъектности. Не просто пялится тупо в телевизор, а вот пялится тупо в машину сновидений. Поскольку телевизор предъявляет образы извне, а машина сновидений способствует порождению образов изнутри. Вот эти технологии себя, как своего рода практики жизни, я выделяю в особый ряд, потому что они ставят проблему стабильности человеческого и возвращают нас к вопросам проявления теперь внутри себя. Чтобы проиллюстрировать подобную степень ликвидности эволюционных составляющих человек-технология, вот еще один пример, к которому я тоже обращаюсь. Это проект Педро Лопеса, Affordance++. Я как-то рассказывал об этом проекте. Сам проект посвящен... Он, в общем, разработал довольно революционную технологию, которую можно назвать прорывной с точки зрения становления. нечеловеческой реальности. В рамках своего проекта художник изготовил прототип носимого устройства, которое, с одной стороны, отслеживает, а с другой стороны, отслеживает, какой объект находится в контакте с пользователем, а с другой стороны, корректирует и контролирует использование этого объекта человеком посредством динамической электростимуляции мышц. Вот у меня есть небольшое видео, я буду рассказывать об этом проекте, а параллельно я просто выключу звук. А вы, э... Я делаю это, и это... Я должен оставаться, в любом случае. Эм... Я не хочу, чтобы всё идти. Да. Хорошо, так что я пришел к тебе. Ага. Ну, например, вы художник, значит, вы видите этот гаджет, он позволяет видеть, позволяет находиться в контакте с неким объектом, с любым объектом. С другой стороны, этот гаджет контролирует человека. В программе каждого объекта, с которым играет человек, заложен тип взаимоотношений человека и этого объекта. Например, вы художник-граффитист. Где-то здесь есть этот пример. Ага, вот. Вот у вас баллончик, да? Вы художник-граффитист. В программе баллончика с краской заложено вначале встряхнуть баллончик, потом нанести этот рисунок на забор, третьих выбросить пустой баллон. И как бы вы не хотели, вам ни за что не удастся изменить последовательность этих действий. Вы обязательно встряхнете баллончик, обязательно нанесете тот заданный рисунок и обязательно выбросите его после того, как закончите рисовать. Здесь все полностью задано. Каждый объект, в каждом объекте задан алгоритм вашего с ним взаимоотношения. Ну, еще один пример. Тут... Ага, дверь. Обычно дверь открывается вниз и на себя, допустим, если ручка, да? Здесь они сделали непредсказуемую историю. Это дверь влево-вниз. То есть человек сам не знает. И вся ирония заключается в том, что здесь волонтеры, которые не знают, что им предлагается. Им предлагается открыть дверь. Они пытаются ее сделать традиционным образом, не могут. Их электродинамическая стимуляция отбрасывает. И пока они не догадаются, как нужно с этим взаимодействовать объектом, там происходит бесконечный диалог. Или, например, вам нужно почистить условный авокадо. Я, например, не умею чистить авокадо. И, судя по всему, вот этот волонтер, который там изображен, тоже не умеет. Но в программе ножа уже заложено то, как вам нужно почистить. И вот, собственно, вас колбасит и этот объект показывает, что нужно делать. Или, тоже обычный пример, вот кружка с горячим чаем. Разработчики позаботились о вас. Если там будет кипяток, и вы схватите кружку просто рукой, вы обожжетесь. Соответственно, ваша руку будет отбрасывать ровно до тех пор, пока вы не догадаетесь. Он сидит и тупит, и его отбрасывает постоянно. Пока он не догадается, взять кружку за ручку. Вот за ручку ему позволено. А это управляется человеком? А? Этот механизм управляется человеком? Нет, конечно. А как это работает? Вот здесь показано, как это работает. То есть там есть камера, которая отслеживает ваше взаимодействие с любым объектом. И потом эта информация идет, преобразуется, и в качестве электроимпульсов у вас как электрошокер. Я не знаю, вы знаете такой эффект или нет. Если подвести любые электроды с небольшим... А? Неостимуляторы при попытании. Ну, примерно так. У вас начнут мышцы работать вне зависимости от вашего желания. Это еще опыты гальваники, я не знаю, по-моему, 18 века, да? Когда нейрофизиология основывалась как дисциплина, вот эти все принципы там были в общем реализованы. Просто здесь они доведены до следующей степени, до степени достаточной развитости. Это электродинамическая стимуляция. Сейчас разработки этим же ученым и художникам, это Педро Лопес, он ученый и художник, эти разработки ведутся на уровне нейростимуляции. То есть там еще проще, да? Здесь у вас есть некая инфраструктура, где вот описывается, как это все работает, да, там есть. Нейростимуляция работает через костюм или шапочку. Все уходит как бы под кожу. Но для разных видов активности и деятельности эти разные виды стимуляции, они интересны и востребованы. Так вот в своем проекте Лопес ставит, он полностью меняет сценарий коммуникации. Как бы уйти нам? Короче, этой картинки здесь у меня нет, не важно. Он полностью меняет традиционный сценарий коммуникации, наделяя материальные объекты, кружки, вот эти баллончики, ролью активного участника взаимодействия. То есть он предлагает видеть во внешних объектах, в кружках и прочих вот этих вот объектах, уже не продолжение отношений, а самостоятельно действующих персонажей. И если некоторое время требования Латура, да, и вообще всех теоретиков, кто разрабатывал акторно-сетевую теорию, требования наделить объекты правом голоса, они воспринимались как, в общем, довольно ироничное требование, то сегодня, когда мы смотрим проект, ну, в частности, разработки Лопеса, это уже реальный факт. Ну и второй пример, он как бы более такой игровой. Это проект художника, английского художника Марка Донарума. Проект называется «Септик». Это такой скульптурный объект, который дает возможность осязательного ощущения компьютерных вирусов. Это такое устройство, оно преобразует содержание данных интернет-вирусов в инфразвуковые колебания, которые распространяются внутри тела посетителя посредством эффекта костной проводимости. Вы знаете о таком эффекте. В принципе, вам не нужны никакие наушники, вот прям уши в этом смысле лишние, эволюционно лишние вещи. У нас есть костная проводимость. Она полностью позволяет слышать, и все нынешние разработки по поводу для неслышащих или для плохо слышащих, они как раз основаны на эффекте костной проводимости. Конструкция проекта Донарумы, она представляет собой такой прямоугольную тумбу-пьедестал со встроенным в нее компьютером и тремя тактильно-акустическими преобразователями. Чтобы ощутить на себе воздействие интернет-вирусов, посетитель должен встать на колени, замкнув два преобразователя, а головой упереться в третий. В буквальном смысле припасть к инсталляции. Зараженный компьютер активируется, а данные вирусов трансформируются в инфразвук, воздействуя на посетителя через его кости черепа. Авторы проекта уверены, что... Ну, там есть еще... Принимал участие в разработке этого проекта ученый такой Батист Крамилов. Авторы проекта уверены, что чувственное восприятие компьютерных вирусов, в буквальном смысле, оно способствует переходу сознания на иной нечеловеческий уровень. Ну, это такое послание, как бы игривое послание художника. И этот проект, помимо вот этой игривости и ироничной отсылки к ставшей ныне популярной области технотеологии, вы видите, что это технотеологический проект. То есть здесь в буквальном смысле нужно как в церкви припасть к инсталляции. Но, помимо этого, сам проект говорит нам о том, что человеческое тело открыто в пределах своего контура. И его внешняя устойчивость – это лишь иллюзия. Разумеется, это означает, что еще должна быть проделана работа по поиску художественных способов схватывания этой возникающей новизны и этого состояния открытости. И работа ничуть не меньшая, чем та, которую делают для нас наука и технологии история, философия и искусство. Давайте попробуем понять, к чему мы пришли. Хватит примеров из области искусства. Попробуем подвести финал. Мне в последнее время чрезвычайно интересна разработка интерпретации искусства, которая исходит из понимания сложности мира, отображает его, эта сложность. И я уверен, что существующая сегодня художественная традиция, она воспроизводит все основы вот этого дуалистического разделения, о чем мы говорили, да, на человека, не человека, субъекты, объекты и тому подобное прочее. В этой традиции все живое понимается как отделенное от неживого мира. А человек – это единственный, кто выносит, превосходит этот окружающий мир. Со своей стороны я пытаюсь разрабатывать такой своей кураторской, в общем, исследовательской деятельности подход, который подразумевает как бы другую антологию. Антологию, в которой человеческие и нечеловеческие агенты были бы вовлечены в поток симметричным образом. Этот подход производит реальность, в которой автономия, свобода выбора, креативность не считаются атрибутами только человеческого. Этими характеристиками обладает все окружающее. И этот подход, в общем, в отличие от существующей традиции, он знает и признает, что это и есть его природа. Он знает, что все активно, все неисчерпаемо, все потенциально, а порядок – это только лишь одно из многочисленных проявлений хаоса. И здесь желательно добавить еще кое-что о том, почему нас, в общем, по идее, должен интересовать этот подход. Но сначала я бы сделал два замечания. Я думаю, важно обратить внимание на то, что все проекты и произведения, о которых я как бы упоминал, демонстрируют отказ художника от контроля. Художник что-то создает, затем он уступает функцию этой посредника некой автономной и развивающейся во времени системе. Дэвид Боуэн со своим небесным фортепиано или Эдуард Дарек Миранда со своим грибком плесенью, они вовлекают в свои проекты некие дополнительные сущности, отчасти природные, отчасти активные. То есть они не природные и не активные, они отчасти природные, отчасти активные. Для того, чтобы выяснить какую музыку или там музыку сфер сыграет он гибридная система и этот окружающий мир. Ключевой особенностью, например, устройства Мюзикалор Гордона Паска было то, что исполнитель должен был работать с этой машиной, которую он не мог ни понять, ни проанализировать, ни контролировать. он мог с ней только взаимодействовать. Во всех этих отношениях и примерах художественный жест направлен на проявление или воссоздание реальности, в которой люди и их союзники, агенты вступают и возникают, создают множественные отношения. И второе замечание – это попытка убедить себя в том, что такой подход может иметь какие-то кураторские последствия. Может. В разных своих проявлениях. Ну и один из путей к таким проявлениям – это подумать о принципах устройства современной выставки. Обычно при организации выставки мы исходим либо из темы, либо из медиума. Ну, из тех технологий, которые представляем. Вне зависимости от того, какую схему мы выбираем, тему либо медиум, мы инсталируем произведения, некие произведения искусства, которые устанавливают связи с другими частями социальной жизни. Вы приходите и вступаете в связь с произведением. В этой связи, я вспоминаю, для меня модельным таким проектом являются проекты открытой лаборатории кристального мира. Это берлинские художники Мартин Хоус и Райан Джордан. Они, конечно… Вот сейчас, когда я расскажу об их проектах, об одном из их проектов, вроде ничего особенного. Но на самом деле они изменили очень многое. Они повлияли на теоретиков, которых вставил этот подход. Теоретики написали книги. Книги, в свою очередь, повлияли на подрастающее поколение. И как бы ситуация начала как-то радикально меняться. И вот те самые глубокие медиа, о которых я не буду говорить, но к которым, собственно, является подводка этой лекции, это следствие тех хоум таких очень лабораторных проектов Мартина Хоуса и Райана Джорда. Их проекты обычно состоят из нескольких этапов и представляют собой нечто вроде… нечто среднее между выставкой, перформансом и воркшопом. Только на иных технологических основаниях. В них приглашаются зрители. Под руководством художников зрители приходят и притаскивают им в качестве технического задания на проведение воркшопа ставится принести какую-нибудь свою устаревшую и умершую компьютерную технику. любое, все что угодно. А дальше под руководством художников, которые, кстати, ну, являются докторами химии, но очень активно действующими художниками. Из устаревшей вот этой вычислительной техники они извлекают различные металлы, составляющие. Ну, там я не знаю, из чего состоит современный ком. Немножко золота, немного серебра, кремний, то есть в буквальном смысле металлические какие-то материалы. вот эта концепция у лаборатории кристального мира, основная ведущая концепция, это де- и рекристаллизации мира. То есть в их представлении весь мир, он состоит из кристаллов, над которыми можно кристаллизовать и декристаллизовать. И они в течение, скажем, этот воркшоп длится там 4-5 дней. И вот они средневековыми, совершенно такими средневековыми методами извлекают тигли, огонь, вонища. Они извлекают, декристаллизуют компьютерную технику, с которой пришли, и показывают, как это можно делать, собственно, пришедшим на воркшоп. А параллельно все пространство, в котором происходит это действие, наполняется вонью компьютера, покрывается ошметками компьютера любой техники, которую принесли. Постепенно у вас вырастает какая-то куча трэша. А затем они используют вот этот трэш для создания различных вычислительных устройств, артефактов. То есть они переподсоединяют эти элементы таким видимым, прямо видимыми методами. И созданная куча, переподсоединенная, она начинает работать как такое, в общем, логическое устройство. Довольно примитивная, но просто переподсоединенная. При этом на любом этапе эти проекты выглядят как выставки. Ну, то есть можно прийти и посмотреть на этот трэш и пообщаться с людьми. Вот такого рода перформативное инсталлирование, процессуальное перформативное инсталлирование, можно вспомнить традицию бонсай, которое я рассказывал. Вот оно весьма любопытно. Ну, во всяком случае. В этих проектах нет специфики темы или какого-то конкретного медиума, потому что здесь присутствует все. А в последнее время Мартин Хоу специализируется, он приезжает в город, куда его пригласили, идет по свалкам, исследует степень зараженности почвы, воздуха, ковыряет землю и создает некую инсталляцию. Вот вы заходите, это какая-то гора земли, какого-то трэша, который он переподсединяет, и этот трэш работает как примитивное вычислительное устройство. То есть он варьирует в пределах, эти перформансы могут варьироваться в пределах каких-то заданных рам. И в принципе эти проекты не сидя, они не медиум специфичны, да, у них нет медиума, но заданного конкретного, но они указывают на другое какое-то направление, на сторону такой очень представления нестандартной картины окружающего мира или окружающей среды вашей здесь, в которой мы как бы живем. Поскольку Хоус приезжает каждый раз в конкретное место. Ну и в качестве финала, зачем нам эти попытки разобраться с человекоцентричным пониманием окружающего мира? Ответ может быть такой, к тому и за тем, что это картина потока или онтология потока тех самых недискретных медиа, она может быть верна или, по крайней мере, она лучше или выглядит лучше, чем замкнутый и довольно равнодушный мир дуализма, который нам предлагает эпоха просвещения, да, в русле которого мы постоянно вот колеблемся. Эта эпоха просвещения продолжает же везде проявлять себя, коснемся ли мы искусства, философии, социальных практик. Она одновекторная, она дуалистичная, она несимметрична и неравноправна. И вот этот бесконечный дуализм, представление бесконечных дуализмов, мы везде и во всем практикуем. При этом, конечно, речь идет о большем, нежели просто достоверность или понимание, о котором мы говорим, что вот предлагаемая картина как-то вот более симпатична. Дуализм нового времени, он асимметричен и это неравноправный процесс. Он происходит из внутреннего убеждения в том, что логическими закономерностями окружающий мир можно и должно исчерпать. Он говорит нам, человек это царь вселенной, царь пассивной вселенной. Раз так, значит мы можем преобразовывать этот мир ради некой предустановленной цели в соответствии с неким предначертанным планом действий, ежегодным планом, который мы подаем менеджерам наших институций, о которых я говорю. Это позиция, которую в свое время Хайдеггер обозначил как обрамление. Сегодня эта позиция выглядит очень стремной и крайне проблематичной. На деле она ведет не только к деградации окружающей среды, но и к неминуемому ответу со стороны этой среды к различным непредсказуемым эффектам наподобие, я не знаю, экологических катастроф, каких-то вот, помните этот пинг-понг с угрями. Можно, конечно, относиться к этому как к списку проблем, подающимся там исчислению. Мол, достаточно предвидеть эти катастрофы и заранее предпринять некие контрмеры. Но пример с угрями говорит нам о том, что это вот не тот случай, так это не работает. На самом деле имеет место то, о чем могла бы нам поведать здесь восточная философия. Никакие мы не командиры, ни в чем и нигде. Все вокруг нас меняется во времени, ничего никогда не функционирует по заранее намеченному плану, и все едет не в ту сторону, как мы запланировали. И здесь заложена некая форма самопредставления природы. Проявляющаяся, перформативная, разворачивающаяся. И мы никогда не знаем, как она отреагирует на наши инициативы. Каждый раз это будет сюрприз. Именно здесь в свои права вступает технологическое искусство, да и вообще искусство, которое своими практиками и метафорами не столько подтверждает существование окружающих версий реальности, сколько очерчивает границы их применимости. То есть оно так же меняет или может менять вот ту самую субъектность, двигать ее в сторону потока. Искусство вовсе не обязано сосредотачиваться на интерпретациях логических закономерностей окружающего в природе или опираться на вот эти дуалистические паттерны, противопоставления объект, субъект, живое, неживое и тому подобное. Зато в своих высказываниях оно полностью может обратить внимание на множество неочевидностей и сформировать иной подход. Суть этого подхода можно сформулировать, назвать не обрамлением, а раскрытием. Вот в логике этого раскрытия с открытым финалом выяснение того, что мир нам может предложить это модель вот этой антологии потока. И, пожалуй, лучшим образом это можно сформулировать так. Все, что бы мы не захотели от этого мира, все уже там есть по определению. И задача художника или творческой фигуры заключается в том, чтобы гнать динамику новых форм жизни, новых идентичностей так, как будто искусство уже присутствует в них. Спасибо. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить в течение ближайшего, короткого промежутка времени. Проявляющаяся эстетика, вы сказали, это термин ваш собственный, или я просто не очень понимаю, какая-то новая терминология для меня? Я не ставлю копирайтов, это было бы несправедливо. Я оперирую, ну как, когда я приводил в пример философию восточную, там фигурируют метафоры потока. Если мы говорим проявляющаяся эстетика, это просто слова. Ставить на них копирайты было бы странно. Это просто проявляющаяся эстетика. Это просто динамика и перформативность и раскрытие. Ну, соответственно, не антология потока, это тоже ваша авторская эстетика? Нет, нет. Если вы пробьете какие-то термины, допустим, восточной философии, антология, ну, антология там не фигурирует, слово это не фигурирует, они не оперируют этими терминами. Но поток и ощущение потока вы встретите многожды. Вот. И моя задача, скорее, была спроецировать это представление на картинку современного искусства и отыскать примеры современного технологического искусства, отыскать примеры и задать себе в первую очередь какие-то направления для своей кураторской или художественной деятельности. Но если вы не занимаетесь, скажем, технологическим искусством, это же не важно, да? Мы видим, что там в образе работы бонсай там нет технологического искусства. А технологическое искусство, оно только в наших глазах технологическое. Но технология во всем? Не во всем, но во многом технологии, в том числе технология выращивания, технология контроля, технология регуляции. Уже давно философия как бы определилась в том, что технология в своей сути вообще не технологична. А как это можно еще понять немножко подробнее? Подробнее? Ну, когда я говорю о технологическом искусстве, я лишь отчасти имею в виду некие человеческие и нечеловеческие элементы или действия, или конструкции какие-то. К большому счету, ну, скажем, если мы вспомним Институт труда Гастева, это институция 20-х годов, которая специализировалась на разработке биомеханики. Она делала акцент в своих исследованиях на биомеханических паттернах, которые кроются в человеке. Это вот, что я имею в виду, когда говорю, что технология не технологична. Это значит, допустим, с обратной стороны можно сказать, что человек насквозь технологичен как таковой. А глубокие меди утверждают о том, что материя технично по определению. Это спорное утверждение, но через свои практики и метафоры они как раз, ну, сторонники этого направления, как раз призывают обратить внимание на технические проявления окружающей материи. Не технологические, а технические проявления материи. Ну, скажем, как вот мы рассматривали пример, как Боиновская фортепиано играет от пробегающих облаков. Облака там задействованы как некий отчасти технический элемент. Ну, мы же как бы не привыкли думать об облаках в терминах техники. То есть здесь мы рассматриваем различных агентностей. Агент это тот, кто способен действовать. Вне зависимости от того, живой он, неживой, искусственный или естественный и тому подобное. Он обладает свойствами агентности. В свое время вопросами разделения живого, неживого, искусственного, естественного, очень сильно болело искусство и философия. И вот прямо ломали голову, как схлопнуть эти противопоставления. Потом возникло время различных агентного реализма и всяких сетевых теорий, которые предложили понятие агента. И оно как раз схлопнуло это понятие. Вот эти бинарные противопоставления живого, неживого, неважно, я не знаю, какой-то агент, он живой или неживой, если он проявляет свойства агентности. Ну, например, недавний кейс, который, кстати, будет рассматривать Гринбаум 27 числа в своей лекции по поводу, по поводу, зачем искусственную интеллекту этика. Вот он как раз будет рассматривать, его лекция построена на, такой я спойлер пущу, его лекция построена на примере, на кейсе, когда автономный управляемый автомобиль, ну, не человеком, да, вы знаете, Гугл тестирует, он наехал на женщину и убил ее. И этический выбор такой, вот есть машина, этот Гугл автомобиль, который управляется искусственным интеллектом. В машине сидит человек, пассажир, можно нагнать эмоции, ну, скажем, там, ребенок, а дорогу перебегает другой ребенок. Программер, ну, мы же не испытываем иллюзии относительно искусственного интеллекта, да, мы говорим, программер должен заложить некий этический момент для того, чтобы машина приняла решение ей отвернуть от убегающего ребенка, перебегающего дорогу в сторону и въехать в какой-нибудь забор и размозжить ребенка, который у тебя в салоне, или переехать того ребенка, который перебегает улицу. Убить того или убить сего? Убить взрослого или убить ребенка? А я не буду сейчас вдаваться в эти, я спойлер вам пустил. 27-го, будьте добры, и большой знаток искусственного интеллекта, товарищ Гринбаум, изложит вам это свое видение проблемы. Мало того, что не просто свое видение проблемы, а он расскажет, как эта проблема решается, буквально в практических разработках. Все, спасибо.